Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас программа «Это было недавно, это было давно», которая посвящена песням из кинофилов. Это как раз тот счастливый случай, когда каждый из вас может не просто слушать, но и петь, и подпевать, услышал знакомые песни, которых будет много, почти все, в сегодняшней программе. Вы можете их смело петь, у нас это не только принято, но и принято, на таких вечерах. Это Евгений Николаевич Глюйков. Я думаю, что начинать выступление нужно с того, чтобы сказать «Здравствуйте, меня зовут Евгений Николаевич, а рядом со мной прекрасная исполнительница, глядящая вокзалом». Добрый вечер. Вы слышали прекрасную музыку, которая звучала сейчас перед нашим выступлением. Музыку эту сочинена Генни Быкова. Я вспомнил одну историю, которая произошла с Анатолием Николаевичем Кирилл. Есть такой автор, он сейчас уже из города Челябинска. Он давно работал еще на «Северах». Работал он тогда с тропорщиком, я помню, на создании газопровода «Урин Гойпомар и Кушкове», а вечером он работал в ресторане. И вот он написал песню, которая называется «Северан». Любители знатоки знают эту песню, она довольно известна. И вот он только ее написал, они записали ее своим коллективом. И вот крутится эта кассета на барной стойке перед началом на выступление в ресторане. И какой-то северянин такой суровый стоит, немножко что выпил, веселенький такой, и так ему нравится эта песня. Ну, видно, что нравится. А автор ходит тоже по кругу. Я написал песню, нравится мне, нравится песня. Я написал эту песню, но написал, написал, не мешай слушать. Я к тому же, что музыку услышали сейчас. Я написал. Даже мне-то диск есть. Диск есть, да. В прерыве Николаевич ими приторговывает. Поскольку бросил политику. В антракте у меня маленький кишир. Подходите, у вас будет великолепная возможность пообщаться прямо очень близко с выдающимся музыкантом Евгением Быковым. Вступить с ним буквально в отношения. Товарно-денежно. Дорогие друзья, давайте петь вместе. Хорошо знакомые с детства песни, которые мы либо воспитали с молодой матери, либо благо приобрели уже в зрелом возрасте, неважно, песни, которые мы сегодня будем петь, родине, несколько поколений, кинозрителей. Так это была немецкая программа, такая. Пойте с нами, пойте как мы, пойте лучше нас. Начнем мы с заглавной песни. На вечернем северном северном, в небольшом городке, Пела песню актриса на чужом языке сказки детского леса. Я услышал в кино, это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда, В то, что с юностью нашей, расстаюсь навсегда. Но остался на волнах, этот мой сынский балл, Это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться, и не встать из огня, Что жевать с этот старый, всюду ищет меня, Будто вновь мы с тобой в полутемном кино. Это было недавно, это было давно. Субтитры создавал DimaTorzok Нам, конечно, прежде всего хотелось бы осветить Вклад в отечественные кинематографы, именно банков. А вклады тут немалые, как вы понимаете. Это и Влада Буджава, Юлия Ким, и Моналова Матвеева, И, конечно, Владимир Семенович Высоцкий, Который не только как актер, великолепный, Отметился в кино, но и как сочинитель песен. Вспомните, пожалуйста, чудный художественный фильм, Который называется «Опасные гастроли». Там из Петербурга в Одессу приезжает труппа, Театрова ЕДЭ, и начинает под видом гастроли Собирать деньги, якобы на театр, А на самом деле на террориста. Это на революцию. На революцию, да. Все это время в рейсинге. Вот, и чудный лейтмотив этого фильма. Дамы, господа, других не вижу здесь, Блеск и блеск общества прелестный, Сотвори, Господь, хоть пятьдесят одесс, Все равно в одессе будет тесно. Говорят, что здесь глава, королева из Непала, И какой-то крупный лорд из-за Димбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, Чем издох с волосом в Петербурге. Вот, прием, в год, меценат и крест, Весь в деньгах с адапками повесы. Если в лузу-гонором, то будет вес, Шаг вступит, а улится в Одессы. Нет прохода здесь, клянусь всего, От любителей и сус. И об этом много раз писали в прессе. Если в Англии штатур и на садику меценат, Пусть приятного кузаинскую подвесе. Ручки в борту, которым рабных нет, Отдыхаясь с басенами Крылова. Если чуть-чуть художник и поэт, Вас поймут в Одессе с полуслова. Из-за дробностей пеканных дверь, Мужчинства реликантных, В целом свете вряд ли встретить бы самоглину. Ну а женщины одессы, Все сравны, все культессы, Тепные, окровенные, сущие, красивые. Все в один сегодня песни, По бульвару много лестниц, Кровы утихи, диагностики, Резон, шантель. Когда уж город проспитает молодец, И не хватает самой милости Театра в Реде. Самая знаменитая бардовская песня, Прославившая наше кино, Она знаменита буквально на весь мир. Это скороносное произведение. Я, когда хлынули всевозможные англицизмы Нашу речь в девяностые годы, Слышала по радио, Как один диджей объявил. А теперь прослушайте саундтрек Из блокпастера «Москва слезам не верит». Не сразу всю сродность, Москва не сразу строилась, Слезам Москва не верила, А верила любви. Снегами, Запорожьем, И словами, Заворожьема, Идет тепло под кожей, А девицу земли. Александр, Александр, Этот город наш с тобой, Стали мы его судьбом, Ты вглядись на его лицо, Чтобы не было ночной, Утолили там все печали, Вот и стало обручаем На садовое кольцо. Наскрулили, красили, Дубы стояли, князьми, Но не они, а я сними Без спросу просили. Москва не зря надеется, Москва найдет для девцов Хоть крашек земель. Александр, Александр, Что там вьется перед нами? Это я, с семенами, Крутит лаз над московой, Ясен с видом деревецким Приобщился к вальцам венцам, Он убьется, Александр, Он радыше с Москвой. Москва тревог не прятала, Москва летала всякой, Но беды все и гости Склонялись перед ней. Любовь Москвы небыстрая, Наверная и чистая, Осколок материнская, Любовь других к себе. Александр, Александр, Что там вьется перед нами? Это ясен с семенами, Крутит лаз над московой, Ясен с видом деревецким Приобщился к вальцам венцам, Он убьется, Александр, Мог надышится московой. Александр, Александр, Этот город наш с тобой, Скорей мы его судьбой, И глядись в его лицо, Чтобы мир был отначально, Удали он все печали. Вот и стану обручай Нам садовое кольцо, Вот и стану обручай Нам садовое кольцо. Вот гадаю, в чем дело. Почему такой звук у меня страшный сегодня? Я же... Спустяки, лазуй их немножко, я понимаю. И так-то, в общем-то, не подарок, Сосисочная, закусочная, семьсот семьдесят семь. Да, Сергей Николаевич думает, что он буритон, Ему середины низкую побольше. Мы о многих вещах думаем и заблуждаемся. Был этот жанр, который был профессиональным литератором, Он, конечно, много писал на заказ И для кино, и для театра. Однако часто его песни, Написанные вне всякого киношного контекста, Входили в кино, И брали режиссеры для того, Чтобы отразить атмосферу Москвы-пятидесятых, Которая именно в его песнях, Именно в песнях была так и жалая, Звучит и благоухает. Например, чудный фильм «Покровские ворота». «Покровские ворота» Часовые любви С Майанской спят, Часовые любви У Никитских не спят, Часовые любви До Петровки идут Ни смех Часовые Малаганцы С Майанской спят, О, Великое Вечное Обния, Где Неклассные слова Ни рубли, Где все видоры Часовые Ведь ваша Нет В любви Пусть поход Никогда больше не хочется Признаю Только этим Войскам Сквозь зимы В юге К Москве Подступает Весна Часовые Любви На волхонке Стоят Часовые Любви Но Ни гринд Не смят Часовые Любви По Армаху Уют Не Измена Часовые Малаганцы Смена Аплодисменты 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 Любвы твои � домой лежат От любви твоей Вовсе не известишься Соронок тысяч других Московых любят А Аармат, Мой Аармат Ты, мое отечество Никогда до конца не прийти тебя. Орва, твой Орва, ты мое отечество, Никогда до конца не прийти тебя. Еще одно произведение, имеющее отношение к киному, написанное Евгением Клячкиным. Он взял музыку Михаила Зива, которая звучит в кинофильме «Баллада о солдате» и написал всем вам хорошо известную песню. Давайте ее вместе и споем. «Баллада о солдате» Не гляди назад, не гляди, просто имена переставь, Спят в твоих глазах, спят дожди, Ты имя для меня не оставь, Перелезь подальше ключи, Адрес поменяй, поменяй, А теперь подольше молчи, Это ты для меня. Мне-то все равно, все равно, Я уговорюсь об себя, Будто все за нас решено, Будто все ворует судьба, Только ты не веришь в судьбу, Значит, просто мне есть ключи, Я к тебе в окон жилой тур, А теперь молчи. Перевесь багаж и ключи, Адрес поменяй, поменяй, А теперь подольше молчи, Это ты для меня. Норелла Матлеева Песня из кинофильма Петра Новича Фоменко Почти смешная история Музыка Сергея Никитина, Песенка эта считается детской, Хотя на мой взгляд это песенка совсем не детская, А очень даже женская. Очень-очень. Я леплю из пластилина, Пластилина ниже, чем глик, Я леплю из пластилина Кукол, плову, собак, Если кукла выйдет плохо, Назову ее турех, А если кукла выйдет плохо, Назову ее дурак. Подошли-то мне два врага, Подошли и говорят, Разве кукла виновата, Разве кукла виновата? Ты их любишь, грубовато, Ты их любишь, маловато, Ты сама не виновата, А никто не виноват. Я леплю из пластилина, Я леплю из пластилина, Я леплю из пластилина, Приговариваю так, Если кукла выйдет плохо, Назову ее бедняжка. Если кукла выйдет плохо, Назову ее бедняка. Еще одна песня, Которая звучит в кинофильме, Снятом по пьесе Ронзинского, 101 страница про любовь, И где ее поет Божественная Татьяна Доронина, С этой песней связана почти Продуктивная история. В титрах этого фильма указано, Что текст «Я мечтала о морях и кораллах» Принадлежит Роберту Рождественскому. Все остальные источники, Включая официальный сайт Нобеллы Матвеевой и какие-то публикации, Говорят о том, Что все-таки текст принадлежит ей. Существует версия, Что Нобелла Матвеева По каким-то причинам Не могла присутствовать в титрах, И Роберт Рождественский Подписался по стихотворению, Чтобы получить гонорар И передать подруге. И мне эта версия кажется Более вероятной, чем картина, Когда сидит Роберт Рождественский И сочиняет этот текст. Ох, я мечтала о морях и кораллах, Я поесть хотела суп черепашей, Не шагнула на корабле, Корабля, корабль, Оказался из газеты вчерашей. Я шагнула на корабля, Корабля, корабль, Оказался из газеты вчерашей. То одна зима идёт, то другая, И метель всё за окном забывает, Только в клетке говорят попугай, А в лесу они язык забывают. Под ножью я встал рукой кромат, Я под ножью щеком припадаю, И не выросла ещё дамашка, На которой я себе покатаю. И не выросла ещё дамашка, На которой я себе покатаю. А весною я в несчастье не верю, И копейки не боюсь моросящей. А весной линяют разные звери, Не линяют только солнечный зайчик. А весной линяют разные звери, Не линяют только солнечный зайчик. Недавно в нашей жизни случилось некое событие, Которое существенно пополнило наш гибертуар. Дело в том, что Владимир Сергеевич Дашкевич пригласил нас в тронём с Димой Богдановым, С Женей и меня, Участвовать в своём творческом вечере, Который проходил в киноклубе «Ильдар». И в этой связи, по его просьбе, Мы должны были выучить довольно много его произведений, Кинопроизведений именно. И сейчас наш гибертуар существенно расширился За счёт этих самых произведений, Мыученных по просьбе Дашкевича. И концерт прошёл очень хорошо, Хотя было мало времени на подготовку, И какие-то номера мы репетировали с ним дуэтом С Владимиром Сергеевичем прямо перед выступлением. Однако всё очень хорошо прошло. И этот вечер мы решили повторить. И повторим его в «Незде глухаря», Которую Дашкевич очень любит, кстати. И мы в Большом зале «Незде глухаря» 4 декабря будем петь эту программу. Уже улучшенную и дополненную. Так что приходите. А сейчас мы споём романс, Самый известный, пожалуй, романс Владимира Дашкевича. Из кинофильма «Красавец-мужчина». Хотя он вот в преамбуле к нему На прошедшем концерте рассказал, Что вообще-то он за его судьбу ужасно переживал. Потому что Марина Ниёлова, Прекрасная, гениальная, всё умеющая актриса, Совершенно не умеет петь. И вот она так спела этот роман, Что Дашкевич схватился за голову и сказал, Ну всё, пропала песня. И тут появилась, как всегда в этой жизни, Елена Антоновна Камбурова, Которая этот романс подхватила, спасла, И как многие другие его песни. И он за это ей очень благодарен, И всегда-всегда об этом говорит. Но вы... Многие из вас знают это произведение На стихи Юлии Кима Благодаря именно камеру. Не покидай меня весна, Света мне ярче с каждым утром, Продлитесь вы, золотые дни. Продлись, 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 мой дивный сон, Тебя послала поеденье, Тебя так долго я ждала. Ты и так прекрасен дивный сон, Что я не верю в пробужденье, И лишь тобой душа желает, Душа желает. Не давать и дай меня весна, Когда так радостно и нежно Поют ручьи и соловьи. Не покидай меня весна, Не оставляй меня надяга На чудо счастья и любви. Не покидай... Сейчас в руках Евгений Николаевича Появится маленькое чудо, Которому многие из нас привыкли, А вот некоторые привыкли в первый раз. Это самая настоящая гитара, Гавайская гитара укулеле. Которая была завезена На Гавайях конвистаторами из Европы Любого колонизации. В последствии она модифицировалась На что-то такое, Например, что у меня в руках. На Гавайях она осталась В таком первозданном виде, В первобытном. Потому что на Гавайях Ее модифицировать было некому. Там люди не напрягаются. Но, как нам сказали На гастролях в Израиле, Вам говорят русским, Что в руки не дай, У вас все балалайка получается. Это правда. Первое, что сыграл Евгений Николаевич, Когда ему в руки попало Укулили, это был «Светит месяц», «Светит ясно». Вот. И, конечно, мы ее приспособили Для песни Владимира Дашкевича Именно. Почти балалайки. Такой. Грустно. Бумбараш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И так дальше. И подходит ко мне человек ветеранского возраста и говорит, что, сынок, по Родине нас будешь. Пришла пора. Евгений Николаевич, вам сыграть какую-нибудь инструментальную композицию? Я собираю пьесу, которая называется «Сомбра. Тень». Она как будто бы специально написана для этого инструмента. И плюс ко всему, когда мы следы вместе на сцене у меня в руках укулеле, а у нее гитара, я всегда показываю визуальную картинку разнообразия жизненных форм на нашей планете. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Ну все. Перерыв 10 минут. Спасибо. Спасибо.